Чехия А винтовка твоя где? Винтовка там Там? Айда! Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... А где твой пулемет? Пастухов! Я его, Павел Иванович, тут, у речки спрятан. Нарочно, у самого бережку. За хутор! Спасибо, товарищи бойцы! А насчет винтовок вечером проверю. У всех разойдись! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Огромная ища! Здравствуйте! Я Фурман. Здравствуйте! Назначен к вам в дивизию комиссаром. Знаю. Вот ткачи наши, добровольцы. Ну, прибыли! Прибыли! А вы не пулеметчик? Могу и пулеметчиком. А что? К самому делу прибыли. Получен приказ. Михаил Васильевич Фрунзе. Завтра переходим в наступление. А что они там делают? Купаются. Жарко. Главный ракет. А что они там делают? Ну, убери! Ну, убери! Пусти! Пусти! Субтитры создавал DimaTorzok Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Бой мою! Тихо, граждане! Чапай думать будет! Пугачевский полк выступит в полночь. Разницы будут в резерве. Таким образом, часам к девяти утра станица Ломихинская будет нами занята. Как думаешь, Елань? Думаю, главный удар на правом фланге. Вернее. А как думает комиссар? Я думаю... Я полагал бы... Командир уже принял другое решение. И, по-моему, оно правильное. Так... Ну? На то, что вы тут говорили, наплевать и забыть. Теперь слушай, чего я буду командовать. Наступать будем с обеих флангов. Речку в рот не переходить, мост выдержит. Я сам проверял. Атаку начать ровно в пять часов утра. А пойдем мы... Ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну и дурак. Ты есть комбриг один. Мой боевой заместитель. И подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права. Так... Так ведь пуля-то, Василий Иванович. Она ведь не разбирает, кто... Кто комбриг, а кто... Да пуля-то не разбирает. А ты сам разбираться должен. Голова-то есть на плечах? Иди. Вот. К примеру. Идет отряд по ходным порядкам. Где должен быть командир? Впереди на лихом коне показался противник. И открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди. Потому как по одному человеку из орудий палить не станут. Теперь противник открыл пулеметный огонь. Где должен быть командир? Вот допустим у них здесь десять пулеметов. А здесь два. Где? Тут. Где десять? Тут. Соображать надо. Где им тебя ухлопать легче? Тут где десять. Стало быть и должен быть ты там, где два. Иначе без командира и бойцам может быть крышка. Теперь противник пошел в атаку. Где должен быть командир? быть впереди. Должен перейти в тыл своего отряда и с какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь решительными действиями отряда и его командира противник отброшен и обращен в бегство. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди на лихом коне и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Соображать надо. Э-э-э! А ведь ты врешь, Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идешь. Да. Ну так то, если надо. Ха-ха-ха-ха. А это называется затыльник. щёчки. А это называется щёчки. А это как называется затыльник. Щёчки. Эх ты, герой. Уж и пошутить нельзя. Все вы каблы. Мы, да мы, чапаевцы. Вот насчёт баф тут вы действительно герои. Ну, насчёт геройства ты это брось. Вот лазю к белым живого языка приведу. Вот. Вот увидишь. Ну, насчёт языка добудешь или нет, там посмотрим. Да ты что думаешь? Я уйду? Так тебе и ушла. Учи дьявол пулемёту. А это называется щёчки. А щёки, ей-богу, щёки. на германском фронте имел честь драться с генералом фон Людендорф. А теперь чёрт знает что. Чапаев. Чапаев. Говорят, какой-то бывший фельдфебель. Напасный, извольте смеяться, господин Порудович. Чапаев очень серьёзный враг. И нам одинаково опасны и он, и его слава. Порудович, принеси, пожалуйста, почту. Слушаюсь, Сергей Николаевич. А не находите ли вы, господин полковник, что ваши отношения с ординарцем слишком... Патриархальные вы хотите сказать? Напротив, они вполне современные. Темпро мутанту. Времена меняются, меняется и тактика отношений. жаль, что вы не понимаете, поручик. Идя в атаку, вы оглядываетесь назад, чтобы вам не пустили пулю в спину. Мы все должны оглядываться. А я не оглядываюсь. петрович у меня с 14-го года прошел со мной по всем фронтам. не оглядываюсь. Понимаете? Ругает? Кричит. Застрелит. Да-да. Застрелит. Кто застрелит? За что? Чапаев. Нас обоих застрелит. Застрелит. Да за что? Да понимай. Из деревни к Чапаеву в землях приехал. Коновал там там же. Так вот, Чапаев просил. Требует. Требует. Именно экзаменовать этого Коновала на доктора. Понимаете? И вот, Миноват, я ему и говорю, не может же ветеринарный врач и ветшельщин экзаменовать Коновала на доктора. Чапаев раскрычался. Обозвол нас нехорошо. Сукиными детей? Знаем мы вас, говорит, всех этих сукиных детей. Ни одному мужику не даете выйти на доктора. Экзаменовать, говорите, немедленно. И тут же документ выдать. Вот, и документ во всей форме. Иначе, говорит, у меня вот в нагане семь богов, так два на вас порт. вы здесь, голубчики, жаловаться пришли, подлецы. Клистирные трубки шагом дышь. И ты с ними гнилую интеллигенцию поддерживаешь. Не могут они. А я говорю, могут и должны. дыши. Это что ж такое вы уж не даете ни одному мужику на доктора выйти. Куда и отгодиться. Экзаменовать нередленно. И документ выдать, чтоб по всей форме. Да понимаешь, Василий Иванович, не могут они. Не могут, не имеют права. Да еще документ выдать по всей форме. Ты что, над Чапаевым издеваться? Застрелил, сволочь! Александр Македонский тоже был великой полководец. А зачем же табуретки ломать? Македонский полководец кто такой? Почему не знаю? Я всех великих полководцев знаю. Гарибальди, Наполеон, Суворов. А это как? Македонский? Да. Кто такой? Почему не знаю? Ну, его мало кто знает. Он жил две тысячи лет тому назад. Да. Ты-то вот знаешь, и я знать должен. Я ведь только два года как грамотец знаю. Слышь, комиссар, ты мне расскажи про Александра Македонского. Рассказать могу. Ты моряк красивый сам собою, тебе от роду двадцать лет. Полюбил девицу всей душою, слушай, ты моряк красивый сам собою. Я давно тебе хотел сказать, ты бы подтянулся, что ли, малость. Ходишь вечно в таком затрапезном виде. А ты ведь теперь командир регулярной Красной Армии. Должен бойцам пример давать. А что же этот твой Александра Македонской то? В белых перчатках воевал, да? Ну и не ходил, как ботяк. А ты почем знаешь? Э, две тысячи лет тому назад. Гляди у меня. Крепкий тыл решает окончательную победу, говорит Ленин. И в этом большевистский вождь прав. А у нас в Ставке Верховного Правителя вместо укрепления тыла по-прежнему усердно делят шкуру неубитого медведя. Для восстановления России да, это моя подпись. Ничего не могу поделать, Петрович. дисциплина, а к тому же о перебежчиках есть приказ главного штаба. А приказ есть приказ, сам знаешь. Погоди. твой родственник, что ли? Правда. Как же ты раньше решить? Подпись. Редактор субпетитров По деревне Буза идёт, Дмитрий. Ну? Ребята из третьего взвода барахольт. Найди комп взвода Жихарева. Тащи сюда. Есть. И что ж вы делаете? И ерунды! Мы вас ждали, ждали, а вы пустое не тащите. Вот у нас советская власть. Тихо, бабуся. На войне и поросёнок божий дар. Окаянный! Ах, истигон голямый! Да... Да... Вот хреновина. Ну, прямо карусель получается. Белый пришли храбрют, красный пришли храбрют. Ну, куда храбрют. Ну, куда Хрестнявину податься? Свои идут, уря-уря. Молодцы, уря. Дождались, мать твою. Твои ребята по деревне барахолят. Ты разрешил? Я? Я и знать не знаю. Так, а ты понимаешь, что это такое? Завтра поговорим. А пока сядешь под арест. Кого под арест? Меня? Боевого командира! Разве такими вещами балуют? Дура! Арестовать его! Подожди! Сначала напишешь приказ. И чтобы все было отдано. До нитки. Где Жихарев? Тут сидит под арестом. Ты знаешь, что Жихарев мой боевой товарищ? Знаю. А ты его под арест? Как ты смел. Ты бумажная душа! А ты знаешь, что он вроде как разрешил? Разрешил, разрешил! То, что он разрешил, я один могу запретить. Понял? Не пущу, товарищ Ножди. Не пущу, товарищ Ножди. Кто хозяин дивизии? Ты, Илья? Ты? И я. Да, Чапаев! Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? К чужой славе хочешь примазаться? А ну вон из дивизии! К чертовой мать! Славы мне твоей не нужно. А из дивизии меня может отозвать только тот, кто прислал. Партия. Ты ведь тоже коммунист. Сам должен понимать. А что, товарищи граждане красные армейцы, Который из вас цепать будет? Ну я! А не врешь? Не вру. Я самый и есть. Ну, тогда я к тебе. Спасибо тебе, Василий Иванович. Отдали твои ребята, барахлишко-то. Все как есть вернули. А то, карусель, я говорю, получается. Белые пришли, грабят. Красные. Красные пришли, тоже понимаешь. Грабить начали. Ну, куда и христианину податься? Красные армейцы. Ну, когда и так, еще раз тебе, Василий Иванович, спасибо. Спасибо от общества. Красные армейцы. Слышь, комиссар, ты созови митинг. Я говорить буду. Василий Иванович, а комиссар-то парень. А я думал, ты думал. Знаешь уж, Чапаеву не пришлют за мухрышку какого-нибудь. Это как же понимать, товарищи бойцы? Позор дивизии нашей. Для всей красной армии. Пятно. Вы у кого тащите? У своего же мужика тащите. А между прочим, мы за этого мужика, за рабочего, жизни свои кладем. Спротив эксплуатации. Спротив капиталу. Разного. Ай-яй-яй-яй-яй. А? Разве ж за то про нас слава идет? Разве ж бандиты, чапаевцы? Ну, гляди у меня, герой. Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам вот это и вот расстреляю подлеца. А я попадусь. Стреляй меня. Не жалей Чапаева. Я вам и не командир. Только в строю. А на воле я вам, товарищ. Ты приходи ко мне в полночь, за полночь. Я чай пью. Садись, чай пить. Я обедаю. Пожалуйста, кушать. Вот я какой командир. Я правильно говорю? Правильно говорю? Правильно говорю. Ну вот, гляди. Не лей у меня. А то я ведь академии их не проходил. Я их не закончил. Правильно, Иван Иванович. Ну, давай. А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков или за коммунистов? Я за интернационал. Василий Иванович, а ты за какой? За второй или за третий? Чего за второй? Интернационал. Ну, за тот, за который нужно, за тот и стою. Ну, а все-таки? За второй или за третий? А Ленин в каком? В третьем. Он его и создал, третий большевистский. Ну, и я за третий. И даже раньше срока. Молодец, Анка. Превзошла технику. Ну, учебе шабашан. Теперь вы с Максимом друзья-приятели. Скорбота. КОНЕЦ Насчет геройства с бабами, ты говорила. Вот ухожу к белякам в гости. Чапай с комиссаром ответственное поручение дали. Языка добыть. А сможешь? Я все могу. КОНЕЦ 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 Эш ты, дядя, я ж патроны-то вынул. Положь винтовку, не балуй. КОНЕЦ 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 В шампаламе говоришь? И ты же им служишь. Умирает Митька. Ухи просит. Пустил бы ты меня. И ты отпустил? Отпустил, Василий Иванович. А винтовку его принес? Что? Просява. В трибунал. Лобокряс. Есть. В трибунал, Василий Иванович. Вообще ты маленько подтянись. Ходишь. В таком затрапезном виде. Что это? А ты есть сознательный боец. Регулярной красной армии. Мой ординарец. Ты должен другим пример показывать. А ты ходишь, как босяк. Что я? Одним словом, в трибунал. Я должен дурить тебя. КОНЕЦ 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 Тоже из крестьян он-то, Василий Иванович. Потом в Болокове плотничал. Да ну, ага, а теперь полководец и командир, да еще какой. Михаил Васильевич Фрумзе армию хотел дать Василий Ивановичу. Да ну, ты, говорит, Чабанин, да я, говорит, мы, говорит, да ну. Отказался Васильева. Кто идет? Да делай, что? Дай ответить. Какая разница, все равно не попал. Что вы не спите, это хорошо. Вот полиции они следуют. А уж стреляешь, так попадай. Тихо. Тихо, товарищ комиссар. Руки вверх. Разведчик. К вам я. Да, вы че, паренек ваш помол меня, да отпустил. Теперь сам пришел. А-а-а. Федькин пиляк, значит. Так. Ну, давай оружие. Так на завтра, говоришь, назначено наступление? Так точно. Офицерские части, говоришь? Кателевцы. Так точно. Атаку они придумали. Там, в штабе. Пси... Психическую какую-то, что ли. Петь, ты сведи его к завхозу. Пусть пока при кухне побудет. Ну, идем. А я из-за тебя, брат, дядя, чуть под суд не попал. Ну, как думает комиссар. Они хотят остановить нас переходом в контрнаступление. И собирают кулак из ударных частей. Да. А как думает командир? Ничего. Встретим. Я в подив. Коммунистов соберу. Психическая. Ну, хрен с ней. Давай психическую. Чёрный ворон Чёрный ворон Что ты вьёшься надо мной Ты добычи Не добьёшься Да В бой? Василий Иванович, завтра, значит. Значит. А ты что, не спишь? Да Спи А потом скажешь Вот, дескать Все спали Одному пришлось с казаками воевать Ложился ли, Василий Иванович? Ложился, спитый чёрт Ворот втирась? А ты что, ревизор? Вот ещё Сонный комиссар объявился Ты добычи Не добьёшься Чёрный ворон Я не тот Да Ты добычи Не добьёшься Чёрный ворон Я не тот Да Патронов Маловато Да и людей Не мешало Побольше Ну ничего 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 Гляжу я на тебя Василий Иванович Недоступный ты Для моего разума человек Наполеон Прямо Наполеон Хуже Хуже Наполеону-то Легче было Ни те Пулемётов Ни те Аэропланов Благодать Мне Тоже на днях Вот Самолёт Прислали И от одного Бензина Сволочь жрёт Не напасёшься Василий Иванович А ты Армией командовать Мойдёшь Могу А фронтом Могу Петька Могу А всеми Вооружёнными силами Республики Малость подучиться Смогу И вооружёнными силами Ну а Верву В масштабе Василий Иванович Завладаешь? Нет Не сумею Языков Я не знаю Да спи ты Наконец Чёртова болячка Часа через пол Начнут атаку Все на месте? Все Кроме кап эскадрона Жукова Подлеца Расстреляю Петька Крой в эскадрон Есть А патронов-то Хватит нам? Какой бой? Для хорошего боя И на полчаса Не хватит Принимай Я пуха Василий Иванович В эскадроне Командиры убили Что? Жукова убили Василий Иванович Людей-то возьми с собой Чёртову Один Ставлюсь Пусть 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 Ты шмурки Робьян Что ж там то Чем из-за Белест Пусть А по лицу У нас гуляют Преборщик Вы не убитие Биди Она вас не заставляет Преборщик Могил Обпорщик Крыс Крыс А ну, пусти! Хватит! Завоевает! Пускай тебе другие воюют! Терно от своих домов уходить, а? Правильно! Не пойдет, аж! Не пойдет! Замучились! Ребята, позову! Ребята, позову! Пусти свои кладут на наше революционное дело! А вы! Кровью искупить вину свою! Я сам впереди пойду! Кто стрелял? Кто стрелял? Мы тут, товарищ командир, сами одного кокнули. Кокнули! По коням! Кокнули! 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 За что люди на смерть идут? За что? Ясно, за что. За... За жизнь! Каждому хорошей жизни хочется! Капелевцы. Офицерский полк. А Чебайк где? Держись. Анка, помираю. Патроны-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красиво идут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА